Олейник бодро импровизирует на стримах. Миллион ликов заучил. Ах, что значит бодро? Давайте посмотрим, есть какие-то примеры импровизации на стримах. Во-первых, откуда ты, в принципе, знаешь, что это именно импровизация, потому что тот же самый, например, Стивай говорит, что он перед такими концертами, типа Г3, все равно зарабатывает, в смысле, не зарабатывает, а как бы за это, ну, наверное, зарабатывает, я думаю, но он именно запоминает, да, какие-то ходы, Типа, вот здесь я сыграю примерно так, здесь примерно так, поэтому это относительно. Так, вот здесь какой-то видос, сейчас посмотрим. Импровизация на стриме. Да, он, по-моему, сам себе делает нарезки. Да, это типовой набор ходов, типовой абсолютно, то есть, который как бы не ложится нормально вдоль, просто он как бы в тональности, и все, и не больше. Да, просто это, ну, это прям видно, что сыграл, допустим, кто-нибудь одну вертушку, постоял у них. Ну, я здесь съехал, да, на фальшивую, но суть в том же, да, это примерно вот так и выглядит. Да, еще как бы очень много мимо ритма, тоже, по сути же, все это спустился вниз, конь, потом пошел куда-нибудь наверх. Опять конь вниз, вспомнил как-нибудь октавочки опять же здесь, поливы и так далее. Какой-то идеи здесь нету, абсолютно стандартные, как бы, типа, типа, где вспомню, там сыграю. Нет, здесь вообще никакой камфовой импровизации нет, вообще никакой. То есть, опять же, то, что я какие-то там делал импровизы на стриме, ну, там все это посерьезней, то есть, пожалуйста. Извите, уже как бы хай-тек, это уже из мира, там, практически Котсонов. То есть, любой человек, у которого хоть какие-то есть вообще понимания музыки, да, и как бы гитары, понимает прекрасно, что то, что я прямо здесь наимпровизировал, это, ну, как бы, серьезно, круче, технически, чем олейник. А по мелодическому мышлению, то же самое. То есть, стандарт набор вертушек, просто у него это медленнее, много чего захлебывается, как бы, кривей, а здесь просто это все более, ну, большие эффекты виртуозики. И все. А в плане мышления музыкального, то же самое. А в плане мышления музыкального, то же самое. Ну, господа, опять же, это пойдет на резку какую-то, но я думаю, что, как говорится, имеющие уши да услышат, это хоть я вообще не занимаюсь импровизацией, это вообще, как бы, не моя тема, но здесь, как бы, я олейника просто, ну, разодрал, просто как какую-то старую игрушку плюшевую, ну, просто разодрал. То есть, это без вейбонов, без ЧСВ, ну, абсолютно уничтожено. То есть, это, как бы, то же самое, что, как бы, у него. То есть, здесь, ну, практически ни одной этой мем-то нарез не промахнулась, просто у него было много спотыкашек олейник, каких-то зажеванных пассажей. Здесь намного выше скорость, а тип мышления, как бы, например, такой, да, вертушка-тайвертушка здесь. Да, так вот эти все моменты, где были поливчики, но это полное, полное уничтожение. Поэтому вот эти все, это просто так вот формируется, да, мифы, да, по поводу, что там, там, какой-нибудь Сантана и такой-то, там, и так далее. Также есть некий миф, что, типа, олейник — это великий стримовый импровизатор. Да нет, вот мы сейчас открыли, посмотрели, и, как бы, я просто, ну, крайму хоть что-то слышал, типа, да, что-то, вот, как бы, ну, и даже там чуть ли не сам верил. Ну, может быть, да, может, человек, да, он играет, там, кривый риф, и еще какие-то, там, ошибки бывают, но технически что-то может, ну, значит, его конек — это суперимпровизация. Да нет, нихера собачьего, нет никакой импровизации, просто стандартный, типовой, как бы, суповой, даже не суповой, а дошираковый набор, и еще достаточно так, сыгранный с натяжкой. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, извольте, больше мне не нужно рассказывать про какие-то феноменальные олениковские импровизации, потому что я вот сейчас вам показал своих стримов импровизации, и они просто делают cut, полный cut, абсолютно full cut of оленик импровизатор. Оленик, наверное, слабоннее играл, а я, блядь, что, умирал, нахуй, с гитарой или что? То есть я вообще не занимаюсь импровизацией, понимаешь? Вообще, то есть мне это просто, ну, как бы, это неинтересная стезя. Ну, как бы, это неинтересная стезя.